Приветствую вас. Первое, о чем мне хотелось бы вам сказать, это то, что вы не злитесь на брата и на сестру, в прямом смысле этого слова. Но, как таковой злости у вас нет. Вы испытываете раздражение на них, потому что они являются предметом, они являются образом того, что вызывает у вас раздражение. И этот момент, момент, когда мы говорим о том, что вас раздражает, связан не с братом и сестрой. Этот момент, когда мы говорим о том, что вас раздражает, связан не с тем, что вы именно не любите своих брата и сестру. Этот момент связан с тем, что ваша мама переложила на вас ответственность за воспитание младших детей. При том условии, что, в общем-то, у вас должна быть своя жизнь, и при том условии, что вы не обязаны быть для своих, ну, для своих брата и сестры, вы не обязаны быть для них еще одной последовательной матерью. И вам нужно очень хорошо это понимать. Вам нужно понимать, что ваша мама, она сделала это потому, что были некоторые предпосылки. Вам нужно понимать, что ваша мама сделала это потому, что вы изначально позволяли так к себе относиться. Вам нужно понимать, что вы взяли на себя ту ответственность, по сути, которая к вам не имеет особого отношения, которая к вам не имеет прямого отношения, но мама ваша ее взвалила на вас, потому что вы позволили это сделать. И, соответственно, теперь вы уже вроде как должны. Ваша мама справится, если вы будете жить отдельно. Я уверен, она сможет это сделать. Ваша мама, я уверен, сможет, как бы, воспитывать детей сама. Но вы для начала, прежде чем думать о целесообразности заведения с ней разговора, о целесообразности общения с ней, вы для начала просто-напросто прикиньте одну такую вещь. На мой взгляд, достаточно важенную. Вот сейчас вам 19 лет, и вы молоды, у вас есть будущее, вы, как бы, ну, имеете все основания, думаете, что чего-то в жизни добьетесь, есть у вас и планы, и, в общем, все это у вас есть. С этим никаких проблем у вас нет. Что будет через, ну, скажем, некоторое время? То есть, что будет, скажем, через 10 лет, когда вашей сестре будет только 16, а брату будет 19? То есть, сестра, по-прежнему, ваше младшую, она по-прежнему будет нуждаться в том, чтобы вы ей помогали. Сестра ваша будет по-прежнему нуждаться в том, чтобы вы для нее делали что-то. И уже к вам теперь вопрос. Вы считаете это нормальным? Вот сами для себя. Вы считаете нормально, что вы будете играть роль второй мамы? А что будет с вами, если вы будете жить вот так, как вы живете сейчас? Понятно, что вся ваша жизнь уйдет на брата и сестру. Понятно, что все это будет именно так, и ничего хорошего с этого для вас не получится. И маме нужно сказать, что если она что-то хочет, мама, то это ее право. Право вашей мамы чего-то хотеть, право вашей мамы к чему-то стремиться, право вашей мамы чего-то желать и так далее. Но вы, являясь ее ребенком, как раз таки имеете так же право жить для себя. И вы имеете право строить свою жизнь так, как вы хотите. И считаете вы совершенно нормально. Считаете вы абсолютно правильно. Теперь нужно, чтобы вы подумали, чего вы боитесь. Вы боитесь, что мама не справится? Этого не будет. Попробуйте договориться вместе о том, чтобы вы не сразу исключали свое поведение и свой вклад в работу. в вклад в воспитание детей. Попробуйте для начала договориться о том, чтобы вы оказывали помощь только в том, что конкретно мама не может делать. То есть попробуйте сперва сказать, что вот вы будете делать все, что нужно вам. Это не обсуждается. Это не обсуждается. А в свободное время, может быть, вы поможете детьми. То есть, чтобы ваша мама на вас не рассчитывала. Это ведь очень эгоистично, что ваша мама использует по сути, использует своего одного ребенка для того, чтобы воспитывать других детей. Это очень эгоистично. Поэтому с мамой нужно разговаривать. Если она вас любит, она поймет. Если она вас не любит, то, соответственно, договориться с ней не получится и вам нужно решать, что вы будете делать. Я думаю, что вам нужно выбрать. Либо это минимум еще 10 лет заботиться о ваших детях, то есть о ваших родных, о ваших брате и сестре. Либо вы думаете о себе, а о них думаете настолько поскольку что справедливо. Потому что на самом деле никто не выиграет от того, если вы будете вести себя ну вот так, как он ведет себя сейчас. Никто не выиграет от того, если у вас случился нервный срыв и вы, например, доболеете или что-то еще. Поэтому решение принимать вам, я думаю, что с мамой нужно сказать, что максимально лаконично, максимально четко и при этом мягко и без наезд. То есть сказать, что вы понимаете, насколько маме тяжело, но и понимаете, что при этом ваши годы тоже идут. И что вы не такой видите в своей жизни. Это ваш прав. А дальше же просто поэтапно разбираться, разбираться с тем, что у вас будет дальше. С этим все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго.